Детский сад 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 В России проводится перепись малого бизнеса. Его представителям необходимо отсчитаться до 1 апреля 2021 года за деятельность в 2020 году. Перепись проводится для того, чтобы узнать о состоянии малого бизнеса в России и понять, как поддержать предпринимателей и экономику в целом. Для средних предприятий ничего не изменится. Они отчитываются, как обычно. А вот для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей разработали дополнительные формы. Заполнить необходимо данные о системе налогообложения, видах деятельности, о численности работников, выручке от реализации, об основных фондах и инвестициях, в основной капитал, о количестве автомобилей, перевозящих груз. Данные можно предоставить в разделе «Респонденты» сайта Росстата. Для этого потребуется электронная цифровая подпись. Также можно заполнить бумажные бланки и передать местный орган Росстата почтой или лично. Кроме того, это можно сделать через оператора электронного документа оборота и на портале госуслуг. Для этого индивидуальным предпринимателям понадобится специальная учетная запись, юрлицам учетная запись и цифровая подпись. Для тех, кто выберет этот способ, действуют другие сроки – до 1 мая 2021 года. Ставить сети на учет окружные рыбаки смогут без посещения на Ринмара и почтовых отправлений. Как сообщает пресс-служба администрации НАУ, в ходе рабочей встречи с заместителем главы Росрыболовства Василием Соколовым, Департамент цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа выступил с инициативой о предоставлении гражданам услуг по постановке на учет рыболовных сетей через окна МФЦ. На сегодняшний момент сделать это можно только в территориальном органе Федерального агентства по рыболовству или по почте. Для этого жителям сел нужно приехать в город, потратить деньги на дорогу, сдать документы, дождаться ответа и потом ехать обратно. Росрыболовство поддержало инициативу округа и сейчас начнется процесс подписания соглашения с МФЦ, после чего люди смогут получать эту услугу через окна МФЦ в своих муниципалитетах. Правила учета и маркировки сетей вступили в силу с 1 января 2020 года. К каждому орудию лова, данные о котором вносятся в реестр, присваивается учетный номер. Маркировочный знак с номером должен закрепляться на сеть. В Центре занятости населения Ненецкого автономного округа продолжается прием заявлений на трудоустройство студента в летний период. Окружные организации готовы предложить студентам 50 вакансий. На них могут претендовать студенты старше 18 лет, получающие образование по очной форме обучения в высших учебных заведениях и профессиональных образовательных организациях. В 2021 году работа студентов будет ограничена только летним периодом. Также определен максимальный период трудоустройства не более 30 дней. Напомним, в прошлом году студенты, как и несовершеннолетние, работали только 14 дней. Заполнить анкету для трудоустройства можно в Центре занятости населения. Студенты, проживающие в сельской местности и студенты, обучающиеся за пределами округа, могут направить анкету почтой. Подать заявление можно также и через портал Госуслуг. Жители Нинецкого автономного округа могут посетить новую выставку в доме музея Шевелевых. Она посвящена Николасу Витцину, картографу и исследователю-государственному деятелю Нидерландов. Николас Витцин известен тем, что создал большой труд книгу «Северная и восточная Тартария», в которую вошел план Пустозерска 16 века. В этом году исполняется 380 лет со дня рождения автора. В юбилейный год сотрудники музея решили подробно рассказать о нем и его деятельности. Выставка состоит из нескольких блоков. Здесь можно узнать о торговле между Голландией и Пустозерском в 17 веке. В первый русский город за полярным кругом часто заходили голландские корабли. Привозили соль, которая была необходима для засолки рыбы, растительное масло, вино и другие диковинные товары. В Голландию отсюда везли пушнину и рыбу. Расскажут на выставке также о путешествии Николаса Витцина в Московию. Во время поездки он вел дневник, где делился впечатлениями и делал зарисовки. Госдеятель Нидерландов был знаком и с Петром I посетители смогут посетить кабинет редкостей. Кабинет редкостей – феномен европейской культуры 16-17 веков. В эпоху великих географических открытий стало понятно, что мир огромен. Из разных мест Европу стали привозить уникальные вещи – минералы, окаменелости и другое. У Николаса Витцина был подобный кабинет в Нидерландах. Любимец жителей округа Медведь Миша проснулся. 3 апреля в микрорайоне «Факел» пройдет эколого-просветительский праздник Мишкиной потягушки, сообщает заповедник Неницкий. Мероприятие начнется в 11 часов на территории административно-хозяйственного комплекса заповедника. Гостей ждет интересная программа. Будут открыты площадки с играми, мастер-классами, эстафетами и фотозонами, традиционным горячим чаем. Сотрудники заповедника просят жителей округа присоединиться к акции «Нет» одноразовой посуды и принести с собой на мероприятие кружку. Также с 29 марта по 2 апреля на странице заповедника ВКонтакте пройдет «Медвежья неделя». Ежедневно в 11 утра в группе будут размещаться разные задания. За правильные ответы участники получат памятные подарки. Напомним, в этом сезоне Медведь Миша впал в спячку лишь к концу ноября. Столь поздний сон был связан с теплой, нехарактерной для осени погодой. Субтитры подогнал «Симон»!